Друзья, привет! Большинство мастеров после постройки самодельного гриндера сразу же принимаются за изготовление этого приспособления. Я как-то упустил этот момент, но сегодня это дело исправим. И сделаем всё это, как обычно, в стиле канала. Очень аккуратно. Приятного вам просмотра! Сегодня в качестве материала будем использовать обрезок швеллера. Другого материала у меня нет, а приёмки в связи со сложившейся ситуацией в стране закрыты. Но да ладно! Делаем разметку и вырезаем середину. Остальное нам пока не понадобится. Не изменяя традиции, избавимся от лишней ржавчины. Круг всё тот же. Коралловый. Ну вот, теперь с таким металлом работать приятнее. Чертежей и деталей у меня, конечно же, нет. Поэтому полная импровизация. Делим нашу заготовку пополам. И, конечно же, обрабатываем в паре на фрезерном станке. Так будет точнее. Далее займёмся стенками шарнира. Как вы уже поняли, он у меня будет самодельный. Но многие в своих приспособлениях используют обыкновенные дверные петли. Эту заготовку также пропустим через фрезер. Бэушный металл использовать дёшево, но уходит определённое время для приведения его в порядок. Ну, по крайней мере, у меня именно так. Спустя некоторое время получили вот такую красоту. Отрежем с неё пару заготовок для будущих стенок. И в паре будем обрабатывать. Этот скос нужен не для красоты. Перпендикулярно ему будут устанавливаться ручки нашего приспособления. Вот так это будет выглядеть. Стенки будем крепить к площадке при помощи винтов М4. Сварки сегодня не будет. Я посчитал, что здесь она будет лишняя. Поэтому размечаем отверстие и сверлим. Винты у нас будут под потай, поэтому зенкуем отверстие. Для разметки подвижной части шарнира прикручиваем обе стенки. Вот так это всё будет выглядеть. Этот квадрат уже давно лежал в заготовках. На нём я учился работать на своём фрезерном станке. Обрезаем его с небольшим припуском. А дальше всё по старому сценарию. Деталь встаёт на своё место достаточно плотно, и поэтому можно продолжать. Вращение будет осуществляться на тех же винтах М4. А чтобы они не закручивались в процессе эксплуатации, посадим их на фиксатор резьбы. Теперь можно прикрепить вторую стенку к нашему шарниру. Сделаем разметку для креплений и заодно под отверстие для фиксации заготовок. Примерно так это будет выглядеть. Особая точность тут не нужна, но обкатать свой самодельный оптический керн я просто обязан. Ссылку на это видео найдёте в подсказках. Готово. Идём сверлить и нарезать резьбу. Вот что у нас получилось в итоге. Прикручиваем эту деталь для дальнейшей разметки. Сейчас наш шарнир ещё не работает, так как мешают уголки второй стенки. Надо бы это исправить. Этой болгаркой даже в таком положении работать не страшно, так как у неё есть защита при заклинивании диска. С подобной функцией инструмент можно найти на e-каталоге. Здесь всё просто. Вбиваем в поисковую строку инструмент, который хотим приобрести. Далее отфильтруем бренды, которые нас интересуют, и выберем нужные функции. Переходим на страницу с предложением. На странице товара можно сравнить цены в магазинах партнёров и выбрать минимальную. Также здесь можно почитать отзывы и даже посмотреть видео обзоры. Экономьте с e-каталогом, как это делаю я. Ссылочка уже ждёт вас в описании. Теперь края можно выровнять. Вспомнил уроки труда в школе и взялся за напильник. Пара минут работы, и всё готово. Я думаю, такого угла для наших задач хватит вполне. Нашёл у себя в закромах ещё пару заготовок. И из этой мы изготовим кронштейн регулировочного болта. Он и будет регулировать наклон. Немного облегчим конструкцию и вырежем четверть. А дальше наведём лоск на самодельном гриндере и установим его на своё место. Вот так это будет выглядеть. Не хватает только самого болта. Но сначала изготовим миниатюрную струбцинку. Здесь всё просто. Изготовим небольшой паз посередине заготовки. Это можно сделать и ушием, но так намного аккуратнее. Вот так она будет выглядеть. Как я сделал такое покрытие, смотрите дальше. Ну а мы плавно переходим к токарным работам. И начнём с мелких деталей. Протачиваем пруток нержавейки в диаметр 6 мм. Также делаем проточку под резьбу М5 и нарезаем её. Вот и всё. Теперь можно отрезать. Всего нам таких понадобится 4 штуки. На двух из них сделаем пропил под шлиц отвертки, а остальные будут использоваться для крепления пружины. В них нужно сделать отверстие, в которое будет вставляться ушко пружины. Для этого сфрезеровываем часть металла. Диаметр сверла всего 1 мм. Одно неловкое движение и сверлить больше будет нечем. Но всё обошлось. Теперь изготовим ручки. Материал тот же, нержавейка. Это, конечно, испытание для моего хоббийного станка. Но он с ним справился. После нарезки резьбы точим конус и обрезаем. Вот такая ручка получилась. А за кадром изготовлю ещё одну, чтобы не затягивать видео. И последнее, что осталось сделать, это пару винтов. Они будут с резьбой М6 и накаткой. Первый раз установил эти ролики для пробы. Думаю, рисунок будет крупнее. Получился он какой-то необычный, но мне нравится. И в итоге вот такая куча деталек у нас получилась. Кстати, накатка на всех деталях получилась разная. Почему так могло произойти? Если знаете, напишите в комментариях. А мы тем временем оформим основание. На нём хочу сделать сатин и заворонить. Точно так же, как в самодельном кондукторе для сверления. Сатин сделаем на гриндере. Как раз мне пришла новая лента 3М с интернет-магазина. Буквально пара лёгких движений и вот такая красота получается. Далее заготовку тщательно обезжириваем и наносим средство для уравнения. В моём случае баллистол. Спустя некоторое время получаем вот такую красоту. Поранение почему-то легло не очень ровно, но инструмент теперь намного приятнее держать в руках. И давайте же его применим по назначению. За кадром сделал вот такую заготовку. Это обычная сырая сталь, только лишь для демонстрации работы этого приспособления. В скором будущем подберу подходящую и обязательно сделаем какой-нибудь ножик. Ну а пока закрепляем заготовку в нашем приспособлении при помощи струбцины. Выставим нужный угол и поехали. Буквально пару движений и уже имеем вот такой спуск. Немного кривой, но я обязательно научусь. Таким образом и обрабатываем одну сторону. Когда результат достигнут, переворачиваем заготовку и обрабатываем вторую. Ну и в итоге вот что у меня получилось. Насколько хорошо решать только вам. А на этом у меня всё. Спасибо за вашу активность под этим видео. Подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями. А с вами был, как всегда, я Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока.